Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Слава Эдисон. Мы продолжаем играть в ассинские трюнки, продолжаем проходить эту игру. И давайте, ребята, продолжим сразу же. Это у нас десятая глава, первое воспоминание. Не уверен в этой затеи? Не то чтобы совсем, но Маркиз бывает в конвенте вместе с Лепелетия. Вдруг что подскажет? Так, какой из примеров порочности духовенства более яркий? Семь монахинь, устроивших оргию с приходским священником, или бенедиктинец, который изнасиловал козла по кличке Пий? Ну уж нет, хотите, пытайте, но я вам не отвечу. Согласен, Арно, пусть будет козел. Итак, чем могу служить вам и вашей милейшей спутнице? Луи Мишель Лепелетия. Что вам известно о нем? А, Луи-Луи. Два года назад был против смертной казни, а теперь требует казнить короля. Где его найти? Увы, другие депутаты меня чураются. Я, видите ли, не очень люблю рубить головы невинным. Кстати, о невинных. Де Сад. Да? Лепелетия. Да, Луи обычно обедает в одном заведении, что подле Пали Рояль. Там его и ищите. Не найдем? Вернемся. Правда? Тогда, надеюсь, не найдете. Не надейтесь. Ну что, куда нам сейчас топать? В какое-то заведение, где тот чувак ужинает или что там обедает, я не услышал. Так, опять загрузочка. Ждем, пока пройдет. Ну что, вот мы, вот мы, вот мы, вот мы. Так, ну, понятно, что нам его нужно убить. Куда езжайте? Смотри, вы умы и окна как следует, а то месье Лепелетия брониться будет. Да, мадам. Вот и он. Гражданин для Белетия. Гражданин Тольёна. Понятно, нам нужно туда пробраться, убить его. Я уже вижу пушечников, то есть, вижу людей, которые, которых сразу первым делом нужно убить, чтобы они потом нас не запалили. Одного убили, сейчас второго. Отлично. Сейчас я вижу там кучу стражников на входе, я не думаю, нужно ли их убивать, или можно просто обойти. Давайте попытаемся обойти. Нам и так далеко еще до него идти, точнее, еще 60 метров, поэтому зачем всех громить на входе, если можно обойти. Тут никого нету? Вот куда нам нужно, чтобы найти цель, нам нужно, ну, как бы нужно его высадить, да? А, это чё такое? Возможность для проникновения, возможность для убийства. Упс. Здрасте. Так забежали офигенно, да? То есть, здрасте, всем привет, и убежали обратно. Так вот, у нас есть какие-то варианты, да? Туда и сюда. Но вот я не знаю, как нам их реализовать. То есть, видите, тут куча этих людей. Три стражника. Дурак. Сейчас давайте, ребята, попробуем как-то их убить. Упс. Их нужно 100% как-то убить, ребята, потому что... Я не знаю. Они 100% нас запалят. Вот этого. Хареб, пожалуйста, стрелять. И всё, нам... А, нет, у нас есть ещё лечилка. И ещё. И у нас больше нету лечилки. А нужно. Если сейчас с этих троих хотя бы одна выпадет, будет вообще очень замечательно. О, одна. Вообще. Отлично. Если ещё парочку будет, ещё лучше. Это понятно. Ещё одна выпала. А что нам вот тут делать, я не очень понимаю. Это обычный сундук или... Ага, вижу. Куда нам нужно. Тут никто нас не запалит? Вроде нет. Выключим вот это. Чтобы потом тревоги не было. С этой что делать? Не пардон, мадемуазель. Месье Лепелетье жаловался на духоту в кабинете. Откройте оно. Четыре тысячи. С чего бы вдруг, месье Росквозняк не любит? А это у вас убегут? Четыре тысячи. Четыре. Эй, Рэми, открой окно. Месье Лепелетье сказал, что в кабинете стало душно. Но... Но вы же... Открой, говорю. Хорошо. Четыре куска. Офигеть. Ну ладно. Я одного вижу. Точнее даже не одного, кучу. И этих всех нам нужно сейчас перебить, чтобы дойти к... К нему. Ну да, это как бы уже финальные части, да? Точнее... Финальные главы. Понятно, что тут куча людей. Упс. Упс. Ну иди сюда. Иди. Мы тебя тут поджидаем, чувак. Ты сюда придешь, нет? Ух, там еще один. Вдвоем не идите. Вдвоем не нужно. Упс. Вот, да. Да, вообще, перед ним два трупа, что-то не так, ребята. Это очень подозрительно. Что могло случиться? Ладно. Заметите. Как-никак. Можно было его просто убить. Упс. Офигеть. Ладно. Ладно. Тогда вот сюда. Ну, мы можем поднимать. Ну, вот с этих никогда просто патроны не выпадают. Я не знаю, почему, но... Даже эти стрелы с них выпадают. Но патроны вообще никак. Твою ж... Ну, это реально не очень таки просто. Еще и глючит при том иногда. Твою последняя отмычка. Отлично. А, нет, не последняя. Ну, ладно. Итак. Зато сейчас сзади зайдем. Отлично. Сейчас. Я не знаю, где он вообще. То есть, видите, мы зашли через какое-то окно. Но где он? Это... Это сдуреть нужно. Чтобы его найти. Вот он. Я найден. Хе-хе. Как нам пройти сквозь этих стражников? Невидимкой притвориться, что ли? Если мы одного убьем, все запалят. А если все запалят, это сдуреть можно. Может, так вот как-то? Почему я снимите цепи? Я скажу кое-что. Эй, что боишься? Я всего лишь суть до таких книг. Я не сдамся. Все равно убей тебя. Этого убивай, дебил. Быстренько. Вот чувак, ты остановился. Мы тебя сейчас как раз и заберем. Взять его. Ты дурак. Убивай его. Я не могу его бить, ребята. Да. Я не... Вообще какой-то бред. То есть, вот выстрелить... Выставим короля преступником. Предателем. Потом, когда его коснят как простолюдина, мы явим миру истину Жака де Малер. Являйте миру все, что угодно, магистр. Но я служу народу Франции. Вы правы. Король Людовик умудрился натворить глупостей. Гражданин Лебелетье. В данный момент 360 голосов за помилование и 360 голосов за казнь. Ваш голос. Казнить его. Голоса были подсчитаны, великий магистов. И? Король умрет. Я это знал. С нетерпением жду момента, когда увижу конец тирании. У вас будет лучший вид. Ну? Убили. Так, покинуть оба? Ладно. Покинем. Только сейчас опять нам, ребята, окошечко нужно искачать. О, вижу. Чтобы нафиг отсюда выбираться. И валим, короче, отсюда, да, и все. В любом направлении. Какая разница, если нам просто скрыться нужно. Что-то не на земле, да. Слава, чумеря. Куда собрался? Так, и... Все, скрылись. Возвращение оплаты щитов. Точнее, выбежали, но еще не скрылись. Все. Давай, 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 быстрее, ребята. Ух, легендарные призрачные штаны, ребятушечки. Штанишечки у нас какие-то новенькие. Новенькие. А где у нас... Вот, легендарные штанишки. Стойкость, незаметность. Так. Отлично. Ну что, вот, бежим. Мы, в принципе, на новое задание, ребята, побежали. Куда нам там нужно, бежим. Так, ну вот, ребята, мы сюда прибежали. Мы уже практически тут. Вот, сюда можно выйти. И вот, это Лиза. Да. Десятая часть, второе воспоминание, ребята. Короля уже ведут. Жермен точно будет здесь? Да, уверен. Так чего мы ждем? Разделимся. Так проще искать. Так, опять кого-то убить нужно будет, сто процентов. Ведите преступника. А, я там видел, есть какая-то яма, то есть, я не знаю. Может, через нее как-то... Убейте жермена. Да. По идее, это не очень просто будет. Вообще непросто. Если самого главного сейчас нужно убить. А где он? Ух, ребята, чтобы их убить, это просто... Чтобы его убить, это, наверное, сейчас просто сдуреть нужно будет. Так. А я даже не знаю, где он... А я даже не знаю, где он. Да кто меня палит, как? Ты что, дебил, да я же стою между... Между... А, понятно, что по стелфу тут не очень получится. это это же не тут ребята никак не получится это это же как и его самые мощные это полицейские если бы вот эти те что стреляют мы бы их еще и перебить как они меня забылили если я в толпе стоял я не знаю как они меня вообще увидели это вообще сдуреть можно ладно сейчас попробуем еще раз не знаю как я даже не знаю где вот тот чувак где его искать понятно что это как бы один из самых главных но где его найти еще и стражники такие я пока что только стражников хотя я приблизительно знаю где наверно или он сейчас можно ли тут спуститься вот они все сюда смотрят а а зато хотя бы не заболели так ну какой то уже способ есть то есть как то я уже сюда пробрался но я если честно даже не представляю куда нам дальше идти что нам делать ну тут выход я понимаю со второй стороны то есть это понятно как как где его вообще искать а вот это не очень понимаю если честно фиг его знает я его не вижу вообще никак где этот самый главный ну ладно сейчас как-то посмотрим где он может быть ну тут сундук который принципе нам нафиг не нужен с одной стороны мы вылезли с одной стороны наоборот мы залезли со второй сейчас вылезли и больше тут нету никаких мест куда бы можно было бы пробраться вот сюда можно поэтому вообще куда-то не знаю куда бежим не это мы ребята вообще куда-то выбежали смотрите это вообще не туда где где его найти вот это я не представляю я вообще не знаю что нам сейчас сделать то есть я понимаю что нам нужно этого самого главное найти но где он идите жирменов вот нам нужно его найти но где он нам показывается что нужно его в этом круге да искать но его там вообще нету я его никак не могу найти вот он наверно вот тут должен быть вот он отлично сейчас осталось догадаться как бы его убить не палите пожалуйста ага то есть само даже ну понятно что мы его сейчас не убьем и будет что то такое или сейчас нападут видите то есть так бы просто убить не дали одно он уже знал месье жерме хочешь узреть возрождение ордена темплиера ведь ты ведут его зачатую месье де лассер я объяснял орден прогнил изнутри цепляясь за власти привилегий но вы все исправили так ведь убив того кто был главным нет смерть до лассера лишь первый шаг а это кульминация граждане я не совершал того в чем меня обвиняют надеюсь что моя кровь поможет народу Франции обрести счастье корона лишь символ символы порождают страх а значит возможность управлять но люди больше не боятся символов как видишь демале хотел доказать одно божественное право это не воля чем золото на солнце когда корона и церковь падут решать станем мы владельцы золота шаг все ты отмечай шаг мы успех то только в э впечатляюще держаться с ней нет мы тебя защитим вот девка боевая до мадам побежали ну ты бы если честно немного побыстрее бежала если бы ты могла до давай еще так ладно а видите все сражаются даже люди с ними не справишься еще вот это ну еще одно этого нужно от этого не нужны побежали ну да не было бы так просто вот это все делать сразу да вот так прибежать и убить вот этого самого главного понятно что так просто не будет у нас нет времени на споры мы вырезаем рак из тела страны ну хора уже ну чувак ты так этого убили этого тоже полетела я убиваю это вот этих а вот а она не знаю куда быстро попали так сейчас у нас есть заботы поважнее элиза ну что куда ушел черт такой шанс ничего мы найдем другой снег нет же он знает что мы у него на хвосте и скроется у тебя был единственный шанс покончить с жерменом и ты его упустил чтобы спасти тебя кто тебя об этом просил да о чем ты я рискну всем чтобы убить жермена и если ты к этому не готов я справлюсь сама элиза элиза ну это все конец миссии продолжить ну понятно чтобы все так быстро не закончилось потому что это десятая глава еще там пару глав же есть поэтому как ладно давайте бежим к следующему заданию куда она там нужно этот чувак какой-то накурить смотрите что он творит воображаемый мир взрывает там умственно не знаю что-то контролирует что-то поднимает кого-то лапает там на землю смотрит стихи сочиняет смотрит куда-то звезды разглядывает мудак какой-то дебил так ну что ребята мы практически вот тут куда мы сейчас бежим нам опять нужно в орден наш идти да давно мы там не были нереально давно так бежим ребята это я не знаю это уже одиннадцатая часть будет или все таки продолжение 10 ну 10 мне так кажется потому что это была десятая часть второе воспоминание вот сейчас когда то только что было а вот это может третье хотя не может атаки и есть так это еще кто-то друг как дела да третье воспоминание боже правый что сегодня случилось на площади революции там был шермен я знаю его планы нужно тебе же сказали оставить это расследование да только да только это и есть твое отношение к братству я это предвидел я говорил мир обо что ты слишком одержим местью именно для этого я и вступил в братство вот не ради наших идеалов и не ради нашего призвания ради мести справедливости называй как хочешь ты многократно нарушал приказы этого совета убивал без нашего разрешения и похоже совсем забыл о нашем кредо мастер трене в свете всего сказанного у меня не остается выбора я ставлю вопрос об изгнании мастер белье я за но как мастер кемар согласен арно дариан отныне ты изгнан ты лишен всех рангов и титулов ты навсегда покидаешь парижское братство ассасинов но послушайте я знаю планы шермена я остановлю его решение совета окончательно ты можешь идти арно да но сейчас уже десятая часть закончилась сейчас будет одиннадцатая по идее 1793 год это чё типа с его тем домом на самом начале вот это произошло а он тут сидит ну понятно это будет и 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 Нет, нет, нет Да где же они? Чего? Ресторан Гарсо Это было вчера? Девушки отдыхают Тогда будем вино другим способом Ооо, и сейчас нам нужно... Что за пьяного чувака играть? Вообще офигенно Ну не стреляйте вы... Бездохщик! Предатель! Я все кишки тебе вымучу Да вашу, да хрэ стрелять! Твою магию! Вот эти контр-удары, которые не работают, эти дебилы, которые стреляют, это сдуреть можно просто, честное слово Ладно Этого хотя бы убил Ооо, это у него так башка трещит А тут башка, а тут башка стреляют Уууууууууууууу довольно Уууууууа! Ууууууу давай уже! Твой замина! Ууууууууууууууууууууу Ну, хоррэ стрелять, пожалуйста. Сейчас мы вот этих убьем. Стрелков. Стрелков. Да, твоя... Чё за херня? Чё за херня? Почему я не стрелять не могу? Ничего не могу. На тебе, зараза. Только не говорите, что тут ещё вот эти сейчас. Наконец-то. Всё, пройдём. Вчера ещё были. Может, там оставил? Ух, идите в бар. В принципе, ребят, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию прямо тут. Одиннадцатая часть, ребята. Часть одиннадцатая, воспоминания первая. То есть, десятую часть мы уже закончили. Сейчас одиннадцатая и потом двенадцатая. Ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, если вам нравится Assassin's Creed, если вам нравится прохождение, если вам, в принципе, нравится вот это всё. Ну, как бы Assassin's Creed. Всем всем за просмотр, всем удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока.